И всем привет, ребят! С вами мистер Ванька, и сегодня я записываю новый ролик предпоследний день нашей войны уже наступила, а это значит то, что самое интересное всё только и только начинается. Сегодня у нас на поведке дня такое событие, которое я просто не могу обойти стороной, которое связанное с войной, это то, что Сцанты, та самая фракция, которая дико жёстко нагибала половину нашей войны, в 12-м ходе потеряла свою столицу. Это настолько печальнейшее событие, с одной стороны, то, что ты теряешь ту точку, с которой ты начинал. И для кого-то, наверное, кажется, что это та точка, на которую стоит потом атаковать, забирать и бороться за неё. Но я вам скажу одну простую вещь. Это та точка, без которой можно обойтись. Потому что при захвате своей столицы, например, Санты сегодня атакуют на неё аж 45 тысяч звёзд, они получат всего лишь одну очко. Так же самое, как бы они бы забрали бы любую вот эту вот точку, там, Магистраль, год 2042, Холм, Полигон, это ровно столько же. Но какими силами, из-за того, что вчера проиграли Санты эту точку, они сегодня хотят её обратно вернуть? В какой-то степени Санты уже ошибаются, но ошибаются они за счёт того, что противник просто навязал им эту борьбу. И вчера в какой-то степени даже я сам ошибся в своём ходе, хотя, в принципе, наверное-таки, возможно, мой бы ход не зарешал, возможно, зарешал, это я уже не знаю. Но вчера я рассказывал о том, что не стоит дефать столицу, отлично понимая то, что большинство игроков, которые будут голосовать после меня, они задефают её. Ну, то есть, это банально простая вещь, на протяжении всей войны в каждой фракции было большое количество игроков, которые дефали свою столицу. Вчера я не знаю, что произошло. Вчера это был настолько печальнейший день, и когда я вечером наблюдал всю эту картину, как то снеговики выходят вперёд, атакуя столицу, то Санты всё-таки дефают данную точку. Но по итогу, сегодня снеговики полноценно захватили эту позицию, и когда до войны, до окончания войны остаётся всего лишь два дня, два хода, Санты тратят уже как минимум пятьдесят, вдумайтесь, пятьдесят тысяч звёзд, чтобы захватить точку, которая фракции принесёт одно очко. Одно, ровно одно! Оно не принесёт, как снеговикам, пять. Оно принесёт всего лишь одно очко. И это настолько глупое решение, сейчас бороться, когда у тебя осталось два дня за эту столицу. Да бог с этой столицей, пусть она принадлежит этим снеговикам, пусть она даст им буст в виде пяти дополнительных очков. Но, они всё равно борются за эту войну, и по сути, возможно, в какой-то степени им это поможет, но это тоже не факт. Но вы тратите пятьдесят тысяч звёзд! Просто впустую. Абсолютно впустую. И, по сути, в этой войне вообще можно было не дефать данную столицу. Она, по сути, для той фракции, за которую вы играете, она не даёт ровным счётом ничего. Это такая же простая обычная точка, как любая другая там подземка, бойня, пустыня. Любая простая одноочковая позиция. Она даёт только приоритет и бонус противнику, который захватывает твою столицу. Да, она даёт пять очков, но в данный период времени бороться за неё, как по мне, максимально глупая вещь. Максимально глупая вещь. И, если только сейчас я начинаю вспоминать в очередной раз, как я говорил такие вещи, как выиграть эту фракцию, то сейчас я убеждаюсь в том, что простыми неверными движениями можно самому себе просто похоронить шансы на выигрыш в войне. Сегодня у эльфов 56 очков, у сан 37, всего лишь на 19 меньше. Но этого отрыва может хватить при том раскладе, то что большое количество точек, которые присутствуют у эльфов, они дефуют. Притом, они ещё захватывают новые территории. Да, не в таком большом количестве, но всё равно они сумеют забрать дополнительные зоны, поотжимать их, например, у тех же санд. Да, это одноочковые позиции, если не ошибаюсь, ни одной трёхочковки дополнительной нет. Всё же даже одну трёхочковку дополнительную не заберут. И за счёт таких ходов, когда по сути санты воюют со снеговиками, эльфы просто-напросто делают то, что они хотят. И в какой-то степени мне обидно за санд. Да, я признаю, что вчера я ошибся, но я точно не мог этого подумать, я точно не мог быть уверенным в том, что наша фракция не сможет сама задефать данную точку. Я отдал предпочтение другим зонам, которые на тот период времени были более тактически правильными. Но получилось то, что получилось. Возможно, моё количество звёзд хватило бы, дабы задефать данную территорию. Но сегодня, мягко говоря, из-за этого шансы сант на выигрыш в данной войне значительно уменьшились. Ну и тут уже вопрос. Встаёт следующим образом. Сумеют ли эльфы додавить, выиграть эту войну? Притом раскладе то, что снеговики тоже захватывают трёхочковые позиции у данной фракции. Каждый из фракций также имеет по одной пятиочковой позиции в центре. Только сейчас у снеговиков их две, за счёт того, что они контролируют ещё и столицу сант. Но в общем и целом, в какой-то степени, у эльфов, даже несмотря на этот отрыв, при любом раскладе шансов на выигрыш в данной войне больше. Будем следить за всеми событиями. Будем следить, как будет заканчиваться данный ход. Потому что от него очень многое зависит. И определённо, если в этом ходе у эльфов уже будет преимущество, как минимум, наверное, в очков 20, я думаю, что этого будет вообще вполне им достаточно, дабы выиграть просто эту войну. И сегодня довольно жёсткая заруба будет именно за центровые трёхочковые позиции. И в какой-то степени акцент за каждую из фракций я сделал именно на них. Поэтому давайте уже перейдём к обзору наших ходов. Деф за Санд. Я сегодня атакую на Атру. Пока что данная территория принадлежит эльфам в небольшом отрыве. Ну и деф я поставил Каньон. То самое трёхочковая зона, которая имеется... Всего их две имеются у Санд. Брест и Каньон. Вчера они задефались. И сегодня я буду надеяться на то, что они всё равно задефаются. И, возможно, заберутся дополнительные трёхочковые зоны. И за счёт этого у Санд, возможно, в какой-то степени появится шанс на выигрыш в этой войне. Я буду в это верить. Потому что для меня в голове только мемы про то, что 4-19 фракция выигрывает тотально войну. А-4-20 Санды просто её проигрывают. Это настолько печальная вещь, что у меня с этого с каждым днём горит всё больше и больше. Я не понимаю, как это возможно вообще в принципе. Но давайте уже не об этом. Ход Санд я уже сказал. Что касаемо эльфов. То здесь у нас атака на Каньон. Та зона, которая сейчас по сути является Сандовой точкой. И деф у нас НОВЛ. Тоже довольно спорная позиция трёхочковая, которая сейчас находится под контролем эльфов. Но тут отрыв максимально минимальный. Максимально минимальный, боже, что я сказал. Но ладно, я надеюсь, что вы поняли суть данного слова. И её определённо нужно дефать. Ну и последняя фракция на сегодня. Это, конечно же, Снеговики. Снеговики, ну в какой-то степени, не такое большое количество зон имеют, которые стоит дефать. Для меня это были только две зоны. Это Иран и Кунгур. По сути, при том раскладе то, что Иран является трёхочковой позицией, я думаю, что его будет проще задефать всем последующим игрокам, которые и так будут удерживать данную территорию. Поэтому я отдаю своё предпочтение на деф Кунгура на пятиочковую позицию. Ну и атака, с моей стороны, идёт на эльфов, на Парму, на очередную трёхочковую позицию, которая может быть уже после данного хода под контролем Снеговиков. И если вы меня спросите, прямо сейчас у кого больше шансов на выигрыш этой войны, я могу только предположить. Но сказать на сто процентов, что вот эльфы выиграют или выиграет какая-то другая фракция, я не могу. Есть такая мысль у меня в голове, что даже в этой войне, если сегодня Снеговики заберут достаточное количество зон, они смогут выиграть в ней. Они смогут выиграть та фракция, которая, по сути, всю войну находилась в аутсайдерах. Если сегодня они сделают грамотные ходы, они смогут побороться за победу. Да, безусловно, ещё будет у нас 14-й ход, от которого тоже многое чего зависит. Но, по сути, я считаю, что сегодняшний ход является ключевым. И один факт того, что Санты, как минимум 50 тысяч звёзд, теряют впустую, говорит очень о многом. И в какой-то степени для них уже победа в этой войне намного-намного усложняется. Я думаю, что на этом мы будем заканчивать на сегодняшнем обзоре. У меня переполняют эмоции, я могу так сидеть ещё минут 20, рассуждать, говорить какие-то свои точки зрения. Но это будет чересчур долго, и кому-то это уже будет абсолютно здесь неинтересно и неуместно. Я лишь, в свою очередь, могу вам сказать одну такую вещь. Спасибо, что вы поддерживаете. Спасибо, что ставите лайки, подписывайтесь на канал. И также я надеюсь на то, что на данный видеоролик вы также поставите свой палец вверх. Оформите подписку на канал, если она у вас ещё не оформлена. Также нажмёте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Дабы не пропустить тот самый последний ход окончания войны и подведения всех итогов. Я надеюсь, что победит сильнейший. И всё это будет выглядеть максимально чётко. В полной конкуренции, а не в доминации в последнем ходе. Вот такой вот видеоролик у нас сегодня, друзья, получился. Всем спасибо, ребят, за просмотр. Всем удачи и всем пока.